Как поддержать бизнес в регионе? Этим вопросом задались участники стратегической сессии «Мой бизнес – единый центр поддержки предпринимательства», которая прошла в Ханты-Мансийске. На протяжении двух дней ее участники разрабатывали механизмы по повышению уровня поддержки бизнеса. Каким идеям пришли собравшиеся и каких изменений ждать предпринимательскому сообществу, узнавала наш корреспондент Ксения Калинина. Задача группы Алексея Иванова на стратегической сессии – понять, как можно создать промышленный технопарк в округе. Шесть предпринимателей определяли и решали потенциальные и реальные проблемы и размышляли над тем, какие для этого возможности можно задействовать в регионе. Это обмен опытом, обмен информацией. Представители инфраструктуры поддержки услышали предпринимательское сообщество, запросы его, чаяния, их намерения, планы. А бизнес-сообщество услышало, узнало о формах поддержки, о мерах, предоставляемые инфраструктурой поддержки, о степени предоставления данной поддержки. Предприниматели из Ханты-Мансийска, Белоярского и Березовского районов, представители органов власти и общественники на протяжении двух дней работали в группах. Итогом их совместной работы стал список предложений, идей и инициатив. Наработки были представлены на суд членов жюри. В дальнейшем их внесут в дорожную карту. Нужны и свежие прорывные идеи. И тут, наверное, хотелось бы услышать о конкретных идеях, о той проблематике, которая есть у предпринимателей, где органы власти должны на что обратить внимание, где усилить точечные меры поддержки, особенно на стартапах, где наоборот их расслабить и убрать. Старт стратегическим сессиям в этом году был дан в Ханты-Мансийске 27 сентября. В ноябре они прошли в Советском, далее в Сургуте и Нижневартовске. В каждое участие приняли около ста человек. Проводятся они при поддержке окружного департамента экономического развития и фонда поддержки предпринимательства Югры с определенными целями. Во-первых, создание пространств для ведения малого и среднего бизнеса внутри городской среды, появление инфраструктурных площадок для развития малого производственного бизнеса, то есть таких, как промышленные технопарки, индустриальные парки, ну и, собственно, увеличение бизнес-активности. По итогам сессии ее участникам вручили сертификаты, но работа над проектами не закончилась. За воплощением их в жизнь будут следить представители координационных советов при организациях по поддержке бизнеса. Промежуточные результаты участники продемонстрируют на форуме предпринимательского сообщества Югры, который пройдет в мае следующего года.